всем здравствуйте вот у нас значит соответственно следующий пункт нашего разговора и это переход на сетевой уровень а вот сразу хочу сделать некоторые объявления есть прекрасный курс на сайте компании link me up называется сети для самых маленьких вот един там реально довольно много очень ценной инфы единственного недостаток он все-таки не про сети в линукс скорее про сети в циск или около того то есть этот этот ресурс создан людьми которые реально занимаются сетями на повышенном уровне понятное дело что там много подробностей про всякое промышленное оборудование которое который мы с вами в общем нигде достать о себе домой не может вот тем не менее там есть довольно много веселого там хороший стиль изложения в общем не сразу вспомнил про его существование вот рекомендую возможно в какое-то более спокойное время мы даже с ребятами я в принципе с некоторыми ребятами злинками обзнаком попробуем замутить перевод вот этого курса для самых маленьких в курс подлинность вот значит напоминаю что на сетевом уровне у нас с вами возникает возникает две задачи у каждых из которых как обычно по 2 по 2 под задачи такая вот внезапная дихотомии нас а преследует когда мы разговариваем про сеть про сети значит голода задача глобальной идентификации всех абонентов сети вот мы с вами на уровне интерфейс нам договорились о том что внутри локалки то есть внутри единой среды передачи данных у нас есть способ идентифицировать абонентов а внутри всей глобальной сети нету глобальная идентификация она тоже делится на две подзадачи во первых мы должны разработать сам механизм этой идентификации то есть ну вот вот что имя фамилии отчество там я не знаю координаты ну какой-то идентификатор который будет достаточно универсальный для участников процесс а во-вторых мы должны договориться о том как эти глобальные идентификаторы наши абоненты глобальной сети получают потому что понятное дело что невозможно это полностью централизовать их миллиарды вот и невозможно это сделать полностью динамическим потому что протоколы разрешения этой динамики будут очень тяжелые недоступны обычным вот сейчас я не опускаюсь до конкретной реализации пиво 4 вот а значит рассказываю про то как она в принципе какие задачи перед нами стоит но это еще не все после того как мы идентифицировали или придумали как идентифицировать всех абонентов нашей глобальной сети возникает вопрос еще и алгоритме алгоритм доставки то есть обеспечение какой-то возможности собственно передачи между этими абонентами наших пакет вот идея стоит в том что поскольку глобальная сеть это объединение сред передачи данных в одно пространство почти наверняка когда вы передаете данные от одного абонента к другому они идут посредством прям вот всевозможных посредством всевозможных маршрутизаторов то есть каких-то специальных устройств по перри передачи информации из одного места в другое вот у алгоритма собственно маршрутизации доставки тоже есть две подзадачи представьте себе ситуацию давайте мы эту ситуацию себе наглядно представим ща вот значит представь себе нашу сеть как большое количество абонентов связанных друг с другом средами передачи данных сейчас я попробую нарисовать какой-нибудь простейший простейший простейшую модель чтобы пояснить что имеют значит вот у нас есть какие-то компьютеры допустим абонент а и абонент бы и для того чтобы от абонента а к абоненту бы вообще данные могли передаваться пакету в интернете необходимо пройти некоторый маршрут значит допустим вот так собственно пакет передается сюда затем сюда затем сюда да что же ты будешь делать затем сюда и затем сюда надо понимать что вот эти вот голубенькие плюшки это же собственно то что называется собственно маршрутизаторы вот поэтому у них там есть уже собственные какие-то подсети ну какие-то да вот на которой они тоже в общем передают какие-то данные вот то есть дайте вот сделаем вот так вот что в подтверждение того что мы не собираемся эти данные прямо сейчас передавать вот значит две подзадачи о которых я сейчас говорю они связаны с динамическим построением вот этого маршрута потому что понятное дело что есть способ решения задачи маршрутизации построение глобального маршрута между всеми абонентами сети раздача этого маршрута всем абонентам сети или как минимум всем вот таким уж и затем и дальше трава не расти я говорю я хочу от абонента а к абоненту бы организовать трафик и пользуюсь полной таблицей всех маршрутов передаю его передаю этот пакет по начаться тому маршрут который в этой полной таблице на это понятное дело что абонентов в сети миллиарды и эта задача на в случае глобальной стене а статически не решается совсем значит она должна решаться динамически а это значит что в каждый момент времени мы должны принимать решение куда передавать пакет если он не предназначен для нашей сети например если мы хотим организовать передачу данных между вот этими двумя абонентами или между вот этими двумя то проблем никаких наш маршрутизатор знает что наш абонент принадлежит той же сети что и адресат и соответственно можно пересылать нашим амортизатор также может знать о том что вот этот абонент принадлежит вот этой сети и поскольку он непосредственно с ней связан то он может в каким-то образом вычислить что пакет принадлежащий вот этому абоненту надо пересылать вот на эту пушку однако он не обязан знать какой сети принадлежит вот этот абонент тут еще может быть много-много цепочек маршрут соответственно поскольку он это знать не обязан необходимо какая-то динамика и вот эта самая динамика она раскладывается на 2 на 2 подзадачи подзадача первое это собственно вычисление принятие решения какому маршрутизатору передавать пакет в случае если мы не знаем в нашей мы мы знаем что в нашей подсети нашего абонента нет да эта задача может быть просто вычисление да когда мы говорим я не знаю куда передавать пакет поэтому давайте передам его на маршрутизатор по умолчанию этот эффект называется эскалации в смысле процесс да как мы говорим по дефолту понятное дело что эскалирует до предела невозможно в конце концов мы попадем на какой-то корневой маршрутизатор всего вот и начнется дискалация до корневой маршрутизатор всего скажет так мы вы хотели попасть в такую-то сеть значит я не знаю где точно но корневой маршрутизатор ну условно до воображаемых я не знаю где точно но вот этот знает этот может сказать точно также вы хотели попасть в какую-то подсеть я не знаю где точно но там кто-то еще по ходу знает ну и так вот дискали и этот механизм можно как-то механизировать можно сделать какую-то передачу вот этих самых кусочных локальных сведений о том кто где вот но вторая задача это обеспечение вы на этой картинке связности да мы должны как-то каким-то образом узнать что на самом деле действительно для того чтобы попасть сюда нужно переслать сюда затем сюда то есть все все весь миллиард абонентов невозможно перечислить сети но какое-то подмножество вот наших сетевых пространств должно быть устроено таким образом что она это подмножество обеспечивает связанный обеспечивает ситуацию что когда допустим вот этот давайте сейчас нарисуем еще один линк обеспечивает ситуацию когда что когда допустим вот этот линк пропал мы можем воспользоваться более дорогим или более медленным но все еще работающим линком и сделать вот так а этот линк значит у нас пропал стал красненький не рабочий вот и это происходит в тот момент когда у нас меняется информация связности вот и соответственно достижимость вот этого адресного пространства из этого продолжает продолжает быть работающий что более важно время что не менее важно то же самое то есть и к условной стоимости такой пересылки то есть мы должны знать толщину канала мы должны знать реальную стоимость в деньгах мы должны знать задержки ну и так дальше и тогда вот это не имеет отношения к непосредственному принятию решения вот о том как мы выбираем кому передавать пакет этому или этому но имеет это имеет отношение к поддержанию вот этой картинки в состоянии связности и понимаемость вот два две тоже подзадачи что касается что касается айпи в 4 то там все достаточно просто вот давайте посмотрим просто в википедии далеко ходить не будем они все проще да значит надо видимо запускать сразу надо видим запускать сразу виртуал очку чтобы не мучиться и в ней показывать уже забыл сделать фоточку плохо забыл делать фоточку с поставленным трейс рутом ну да ладно значит да так вот значит структура сетевого адреса ipv4 а пива 4 предполагает 4 актета в качестве не актета 8 актетов здесь опять да значит 4 байта нет 4 актета 4 байта в качестве сетевого адреса вот ну давайте вот на примере на примере лукбека у которого у нас всегда сетевой адрес есть как правило эта нотация выглядит как 4 десятичных числа вот дело в том что в отличие от мак адресов с айпи адресами в общем люди работают которые не всегда умеют шестнадцатеричные вот эта штука выглядит как 4 обычно выглядит как 4 десятичных числа вот и в действительности это не совсем так потому что после некоторого времени попытки ввести некоторую такую достаточно искусственную градацию классификацию так называемые legacy классы интернет адресов все это дело все это дело оказалось неудобным и на сегодняшний день айпи адрес это просто последовательность из сколько у нас тут получается 32 битов опять адрес нашего компьютера это последовательность из 32 для того чтобы да значит раздача этих айпи адресов происходит двумя способами первый способ это собственно уникальный идентификатора компьютера в сети они раздаются централизованного соответствующих регулирующих организаций мы берем получаем у этих организаций разрешение на пользование таким-то диапазоном адресов как правило это диапазоны адресов объема ну не знаю там кратной степени двойки но скажем так такие диапазоны адресов которых в начале стоят единицы вот а дальше что угодно мы сейчас к этому еще вернемся а потом мы сами когда получили этот диапазон раздаем этот диапазон нашим компьютером автоматически руками делим его на поддиапазоны и каждый диапазон отдельно раздается автоматически ну и так дальше все как это про это мы поговорим да значит один способ идентифицировать получить айпи адрес и это получить его у регулирующей организации или точнее у твоего провайдера который получил целый диапазон адресов регулирующих мир второй способ это назначить айпи адрес из специального набора который не обязан быть зарегистрирован глобально но как следствие и не может существовать в голом виде в интернете вот то есть это такой набор адресов который может считать только в локальной или ну короче в сети малого масштаба администрированный одним конкретным администратор ну или там договорившимся администратор вот в интернет в глобальную сеть такие такие адреса отпускать нельзя но зато их можно присваивать самостоятельно как хотят для того чтобы обеспечить маршрутизацию используется очень простая очень простой механизм который называется механизм сетевой маски когда мы говорим что-то типа айпи адрес от дев ну скажем гитар 1 и дальше говорим что-то типа 10 20 31 24 мы фактически утверждаем что у нас будет у нас будет на нашем сетевом интерфейсе адрес вот такой 10 20 31 и первые 24 бита этого адреса соответствует адресу сети 24 бита это три актета то бишь 10 20 30 наша сеть имеет адрес 10 20 30 точку 0 или 0 x ff смысле что там а ой слушайте 10 20 30 я у меня плохо с шестеричными числами 20 это 16 плюс 4 до 24 то есть 20 сейчас 0 1 4 30 это 32 20 е вот но в общем у меня плохо сейчас с переводом в шестеричную систему дайте лучше в двоичную в двоичную все понятно да значит хотя тоже не буду не важно короче 10 20 30 это у нас адрес сети а в адрес абонентов сети это один если бы мы здесь поставили не слышь 24 а какое-нибудь число не кратное 8 получилось бы что у нас адрес сети ну допустим давайте сейчас сделаем вот так вот адрес дел удалим этот и поставим слышь 25 ну вот никто не мешает нам сделать так это будет означать что адрес нашей сети состоит из 25 битов значит 10 20 30 и еще один битик из этого арте то а адрес абонента наши в нашей сети может колебаться в значении от 0 до 127 потому что на него отводится соответственно а 25 минус 32 минус 25 только 7 бит вот не по границе байта получается размер сети тут егор спрашивает что мы сейчас назвать назначили адрес вторым способом да совершенно справедливо мы сейчас назначили адрес вторым способом это адрес был взят из того самого диапазона который мы который в как из которого разрешено брать неограниченном количестве эти самые адреса вот про диапазон мы тоже сейчас поговорим вот в случае linux как вы видите настройка сети состоит в том что мы ассоциируем некий сетевой интерфейс с одним или несколькими сетевыми адресами которые на нем могут присутствовать а также с одним или несколькими вернее и и и и и и вместе с этим и адресами мы указываем размер подсети который этот адрес принадлежит давайте ради интереса добавим еще один адрес например не знаю сейчас из чего-нибудь другого вот 172 16 до 172 16 11 ну и там адрес какой угодно 24 вот обратите внимание что на нашем сетевом интерфейсе ой на нашем сетевом интерфейсе два адреса до 2 в действительности они соответствуют ровно одному и тому же одной и той же среде передачи данных то есть мы видим опыт подлог предполагаем что за интерфейсом этаж 0 этаж 1 он у нас лежит такая среда по которой можно гонять и пакеты с вот такими ip адресами пакет с вот такими адресами вот и давайте теперь запустим клон для этого надо его остановить какая печаль ну хорошо остановим сегодня день таких неприятных историй давайте остановим сделаем клон машина завершить работу давайте два раза из клонируем назовем ее бейс связанные новый модель с мак адреса и заодно назовем еще сделаем еще роутер из нее клонировать связанные и здесь назовем машин и зато вот новые связанные клонировать машин и затор нам понадобится в будущем вот я думаю сделать еще один бейс но хорошо по бейс но хорошо и еще один клан сделаем клонировать а это называется клон ой 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 вот это я сделал неправильно связные новые пускай называется вот этот я оставлю про запас из него будем клоны делать а вот это давайте запустим и так мы запускаем основную машину она у нас теперь называется бейс запускаем клон он нас тоже назовну как бы пускай будет клон пока не тут запускаются давайте посмотрим к чему они присоединены но мне кажется что они к чему надо присоединены а я где моя верту боксина вот моя верта боксина так ни к чему они присоединены мы не правы давайте подключать к ним втыкать в них провода помним что провода можно втыкать прямо на работающих машинах останавливать их при этом не надо подключили этот к сети так заходим на это у нас клон давайте тогда уже сразу ему скажем что он клон вот это у нас бейс давайте сразу ему скажем что он бейс и собственно чем хотели сделать мы хотели мы хотели настроить мы хотели настроить между ними связь пойти но мы этим уже занимались на самом деле в прошлый раз давайте просто еще раз означает это сделал это у нас бейс настроим вот такой интерфейс адрес например поднимем его айпи линк с это ёлки об не запомнилось хорошо айпи линк с дев это h1 об вот а где и пято айпи линк сказал не 5 до для того чтобы посмотреть прошу прощения для того чтобы посмотреть настройки надо сказать айпи адрес адрес вот ну или сокращенная пя что в общем тоже можно вот начнет адрес давайте сейчас настроим на другой машине неправильный неправильный адрес чтобы понять как это все работает неправильный 222 наш 24 айпи линк с девки этаж 1 а вот несмотря на то что у нас есть достижимость сетевая интерфейс на между этими двумя интерфейсами они присоединены к той же сети тот факт что сетевая маска у нас 24 бита а отличаются наши настройки в двадцать третьем до в двадцать третьем бите вот этой единичкой двоечкой здесь в двадцать третьем бите у нас единичка а здесь 23 бить у нас 00 и это значит что у двух этих интерфейсов разные адреса сети и мы сейчас просто не сможем попить друг друга pink 172 16 2 1 1 не только и за анри чему а почему не только за анри чем потому что то таблицы маршрутизации которые по ходу строятся когда мы настраиваем интерфейсы вообще не содержит информации о том в данный момент куда пересылать пакеты если они шлются на адрес 192 16 1 1 почему давайте посмотрим мы к этому еще вернемся потому что в нашей таблице маршрутизации есть ровно одна запись что если пакеты предназначенные сети 182 16 2 0 сетевой маской 24 то есть собственно сети 182 16 2 тогда мы знаем куда их отсылать их надо отсылать через интерфейс этаж 1 а если они предназначаются другой сети а как определяется что они предназначаются другой сети мы берем берем маску накладываем ее на айпи адрес и выясняется что это нет сеть есть у нас было много интерфейс мы бы эту маску накладывали на каждый интерфейс и выяснили что ни одной из локальных сетей наш пакет не принадлежит то вот пожалуйста нет соответственно как это поменять я предлагаю увеличить уменьшить размер сетевой маски то есть увеличить размер под сети сделать так чтобы вот этот адрес 22 и адрес 11 оказались в одной той же под сети что для этого нужно сделать для этого нужно ну давайте удалим дел удалим эту настройку напишем здесь slash 23 теперь наши адреса будут slash 22 теперь наши адреса адрес под сети у нас будет да что ж такое сейчас секунду чего а ну от естественно пикал у нас есть у нас нет опекалка надо поставить будет опекалка это конечно моя недоработка что я его не поставил дать поставим что ли потому что это полезная штука сейчас секунду ставим опекалка а кстати может ничего не заработает извините еще посмотрим ну 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 поставился очень хорошо вот шикарно ну так вот и пикал что мы там говорим чем хотели попасть посчитать мы хотели посчитать мы хотели посчитать 172 1622 slash 22 посчитаем в отличная штука зачем я ее не поставил сразу вот смотрите вот вам нарисовался плохо видно но я думаю что вы вы что вы верите значит секунду да ладно минус н минус но ковар отлично вот смотрите значит нам нарисовался нарисовался адрес сети адрес под сети обратите внимание вот на эту колонку здесь заканчивается адрес сети начинается адрес сети адрес абонента здесь заканчивается адрес сети начинается адрес абонента видите вот и вот при таких условиях я сильно подозреваю что что поскольку 22 бита выделена на адрес сети и соответственно сколько получается 10 битов на адрес абонента то теперь наши сети на двух машинах наша сеть на двух машинах будет общая давайте проверим давайте здесь тоже поставим опекалка вот да и попробуем попробуем оставить адрес то есть 611 1611 но подвинуть уменьшить сетевую маску чтобы нам и опилка и пикалка рассказал что и тому там у нас одинаково удаляем старый адрес вернее старую настройку добавляем новую по моему предположению 22 был хватило пробуем здесь у нас 172 16 0 22 здесь у нас 172 16 0 22 я вангу что сейчас пинге пойдут давай откуда вот отсюда давайте начнем пинге откуда мы раньше пинге до чего вангрование моего мою не сбылось а а почему 192 молодец вас теперь вы мне не верите что раньше не торгал одричи был но он был одричи был честное слово хотите попробуем еще раз перенастроить но верьте мне хотя давайте попробуем чуть делать да значит хорошо значит так удаляем эту настройку добавляем как было здесь сделано 24 пробуем и пикалка а пикалка говорит что адрес сети 172 16 2 слэш 24 да значит проделываем такую же работу здесь удаляем что было добавляем 24 делаем и пикалка а пикалка говорит что а здесь минус 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 м да а пикалка то есть что а здесь у нас адрес сети студентов 182 16 1 и я вам буду что пинге не заработают даже несмотря на то что мы вроде все поправили но 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 сеть теперь не общем вот вот что я хотел сказать прежде чем они отдавайте тогда вот на эту табличку посмотрим мельком потому что потому что в нее просто надо потупить слегка и забросить это делал как видите здесь очень много очень много ссылок на такое специальное место который называется rfc request for коммент но вместо и который когда-то очень давно в прошлом тысячелетии был предназначен для публикации таких таких а давайте сделаем так да давайте мы договоримся и будем делать вот так вот никто не против есть кто против комментируете вот поэтому риклик request for коммент но поскольку комментирует всем было лень а все просто стали делать так но хорошо комментировать кому-то не лень на большинство просто стали делать так как предлагается сейчас рфc это фактически такой де-факто стандарт всевозможных сетевых протоколов и не только их вот так вот значит все все о чем мы будем говорить описываются соответствующими рфц я про все это рассказывать не буду потому что я не все про это знаю но кое-какие узнаваемые штуки в этом списке мы видим например мы видим рфц на лубок интерфейс и кстати сказать наше новое знание относительно слэш что-то нам позволяет предположить что любой адрес начинающийся на 127 будет считаться лубок адресом потому что здесь сеть слэш 8 любой адрес начинающийся на 10 будет считаться приватной сетью то бишь сетью которую ты раздаешь сам себе на просто 10 сетью которую ты раздаешь сам себе и который не может вылезать в интернет рфц 1219 18 любой адрес начинающийся на где-то еще приводит юс 122 168 очень популярны кстати на современных мыльницах маршрутизаторов да тоже приводит юс столь с 216 который мы сейчас использовали тоже привет ним а дальше начинаются всякие интересные штуки например есть диапазон адресов который называется link local и предназначен для ситуации когда никто вашей сетью не управляет а какие-то волшебные хитро-мудрые протоколы решили все-таки настроить эту локальную сеть вне какого-то управления или ручной настройки сами ну так сказать немножко покидать в нее всяких широковещательных пакетов вот потом на основании значит анализа этих пакетов договориться кто есть кто да вот в ситуации когда мы разрабатываем протокол который будет организовывать айпи внутри локальки локалки более или менее самостоятельно вот для этого существует вот этот диапазон протокол слэш 16 то есть он начинается на 169 94 заканчивается на 2 0 вот обратите внимание на 172 16 это диапазон слэш 12 слэш 12 то есть на самом деле 12 адрес сети это 172 16 то есть вот столько битов и здесь 3 0 1 адрес абонента в сети это все остальное все остальные 20 вот вам пожалуйста ситуация когда не по границе байта все это делится что еще есть интересного в этих списках адресов так называемый мультикаст мультикаст эта ситуация при которой вы отсылаете пакет на один адрес а он приезжает всем компьютером в условно говоря интернете или как ну как тут тут вопрос тонкий короче всем компьютером у которых этот адрес есть то есть мультикаст адрес не уникален для мультикаст адреса нужно специальный специальный протокол и специальная логика того как определять а где в каком месте интернета или локалки ваши лежат находятся абоненты с таким же адресом то есть простраивать некую здесь сейчас действующую таблицу маршрутизации да и вы отсылаете на адрес 224 что-то там вот от или 225 обратите внимание на слэш 4 где то есть только первые четыре бита являются битами адреса вот и значит все ваши абоненты одновременно получают такой такой пик пакет сразу вот довольно интересный что кажется больше ничего такого про что я могу рассказать что-то интересного в этом списке нет значит тут андерсон сильван ука спрашивает а что делается пиво 6 на наших машинах и пиво 6 просто выключен я это сделал специально чтобы не было соблазна начинать рассказывать еще и про него дело в том что рассказ про пиво 6 во первых нужно хорошо подготовить я к нему не готов я сейчас про него теоретически расскажу вот во вторых да там частично инструменты те же а частично другие то есть у меня есть идея этот курс модифицировать и сделать в нем блок достаточно большой про и пиво 6 но это нужно именно сделать вот сейчас это не сделано и про пиво 6 я рассказывать руками ничего не буду вот но там частично инструменты другие в тех местах где собственно вам нужна реализация протоколов а например айпи но отлично работает из айпи в 6 но утилита айпи которая часть пакета и 1 2 но мы сейчас этим заниматься не вот протокола сетевого интерфейсного уровня значит смотрите мы с вами уже знаем мы говорили на этот раз мы говорим говорили про протокол сетевого уровня который называется rp который собственно так у меня опять что ли значит протокола сетевого уровня это протокол который не по не забираются выше собственно наших интерфейсов связанных с айпи адресами и протокол rp как мы с вами говорили он даже даже не сетевого такой межуровневый он же преобразует айпи адреса в мак адреса и обратно не обратно сейчас опять адреса в мак да соответственно он на самом деле может быть назван протокол сетевого уровня только потому что нет может быть на запиталась вот но все равно нежь межуровневый а сейчас здесь делал здесь от 22 и pink до пробуем вот пинг работы так вот в результате работы в результате работы знаете почему она мне до него сократила потому что можно сочине и бур по-английски тоже будет работать а можно не бар по-американски в результате работы этого протокола создается временная таблица достижимости соответствия мак адресов айпи адресов и он в общем может считаться как протоколом уровня интерфейс но потому что он фрейм посылает широковещательный так и протоколов уровня айпи потому что там содержится из известный нам протоколы 7 пи это протокол тоже уровня айпи интернет control management протокол control management протокол вот частности pink работает именно на нем давайте мы запустим тиспидант на вот этой машинке давайте сразу ограничимся 7 5 минус в 7 пи только чтобы вы не поняли что это так ты себе даст минус в вот имя протокола в данном случае мы отдельно указываем в тиспидант и пожалуйста показывает только и 7 пакеты вот ну и давайте посмотрим что получится пинг пинг вот вот такая примерно картина значит как устроен протокол осеньки давайте заткнем его вот у нас отсылается осеньки запрос эхо request и в этом запросе как видите присутствует идентификатор самого потока и номер нашего пинга внутри поток это нужно для того чтобы тот кто будет реплоить на этот осень пи запрос отвечал ровно на те пакеты которые пришли на ваш за на ваш поток номер три запрос номер два отвечаю эхо реплай где хриплай эхо реплай на ваш поток номер три запрос номер два отвечают на ваш на поток 0 мой поток номер три запрос номер три как у вас там дела на ваш поток реплай номер три запрос на метре отвечает а потом как какие-то утилиты которые собирают статистику они вы посмотрели сколько реплай вообще не дошло то есть мы бац значит послали запрос номер два запрос номер три и запрос номер четыре она пришел реплай номер два и реплай номер 4 реплай номер три сгину сколько времени шли эти пакеты где тут по времени можно найти а ну вот собственно время в начале указано ведь она в микросекундах и что-то такое да то есть какая была задержка то есть вычислять раунд 3 и так дальше у протокола 7 и довольно много разных назначений частности когда мы помните он нам наш линукс говорил нетворк из анрич был потому что таблица маршрутизации текущая не соответствовало от не могла принять решение куда пересылать дальше пакет ежели такая ситуация с невозможностью принять решение происходит по ходу следования пакета где-то на маршрутизаторе потому что зато с помощью протокола 7p отсылает сообщение творка за 3 чего мы сегодня увидим ну и так дальше есть довольно интересная штука которую я показывать не буду но рассказать должен это вещь который называется пасом ты у диска вере значит что такое пасом ты у диска вере мы с вами глядели глядели в прошлый раз но не не пользовались этим хотя могли на такую штуку который называется мту на в интерфейсном уровне мту в интерфейсном уровне там максимум трансфер юнит это утверждение относительно того сколько пылу до влезает в один фрейм в один пакет интерфейсного уровня сколько влезает собственно что можно в этот фрейм положить значит в обычных случаях это 1500 октетов но бывают случаи когда этих октетов там меньше если нам удастся добраться до этого в течение семестра мы поговорим про туннелирование и вот любое туннелирование как заворачивание чего-то во что-то съедает кусочек того фрейма в котором она живет вот ну допустим ethernet of ethernet да значит вам придется l2 tp то что называется l2 level 2 туннель протокол соответственно когда вы организуете выход из этого туннеля интерфейс который вынул из туннеля нужный нужный фрейм в этом интерфейсе максимум трансфер юнит будет уже не 1500 а меньше потому что что-то сожрала собственно эта информация туннель вот так вот понятное дело что если вы собирали вы сформировали пакет который довольно большой и размером он полторы тысячи октетов и пытаетесь его запихнуть скажем в эзернет то все хорошо в этом эзернете у вас один пакет вылезает в один фрейм но если вдруг где-то не у вас на какой-то среде передачи данных там глубоко в интернетах выяснится что там используется туннельчик какой-нибудь не знаю но какой-нибудь другой инструмент такая другая среда передачи данных в которой фрейм меньше то вот этот один айпи пакет придется резать на части допустим вы передаете айпи который влезает в ваш мт у 1500 а на удаленной машине мт у там 1400 сколько-то там кстати а может быть мы можем это сделать чай тут рассуждаю а пилинг это прав тема продать предыдущей лекции ну почему бы и нет сет дев этаж 1 мт у ну скажем 127 о какой печаль ап вот смотрите какое безобразие мт у 127 а на той стороне мт у 1500 не 100 27 это очень мало давайте лучше сделаем 512 вот а на той стороне да на 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 клиенте то у нас принту и им 1500 на сейчас пинге по идее ходить не должны ну-ка пинг какой нас адрес то эти а пинг 176 1622 да не пинг да ладно тебе почему дурка за ричку 172 потому что ошибаюсь все время вот о пинге ходят а давайте попробуем поставить большой пинг большого размера вот тут есть минус сайз какой-нибудь сайз богинусом пакет сайз вот пинге ходит а давайте сделаем минус с пинге пинге сейчас минус с минус с 1024 пинге продолжает ходить но давайте посмотрим я вангую что с той стороны на каждый такой пинг должно приходить два актета вместо одного давайте попробуем это мы кого пингали вот здесь вот да tcp дамп минус е минус xx минус и этаж 1 да чете не нравится уйди противный нет я все правильно сказал так пробуем у меня по одному приходит а как так вышло непонятно а это не туда смотрю xx не нужен иначе мы не увидим все этой машинерии о ведь их по две штуки приходит раз-два раз-два они порезались их туда вставили по по две штуки и вот во во какая штука значит теперь смотрите пасм ты у дисковери эта ситуация когда у вас происходит отрицание независимости сетевых уровней потому что отрицание независимых сетевых уровней потому что у нас внезапно размера эти пакета зависит от минимального размера фрейма на всем пути следования этого пакета поскольку прямой прямого способа этот минимальный этот минимальный размер замерить нету то получает а то работает это следующим образом алгоритм такой мы посылаем пакет того размера которого у нас интерфейс допустим у нас интерфейс 1500 нашем тылу и ставим в айпи заголовок специальный бит не фрагментировать вот мы послали пакет который нельзя фрагментировать но но фрагмент н и этот пакет запихнулся в наш фрейм он туда влез значит запихнулся в следующий фрейм туда влез и в какой-то момент он добрался до маршрутизатора у которого среда передачи данных фрейм в ней куда не пролезает 1500 октетов поскольку на айпи пакете было написано не фрагментировать может завтра говорит нету фрагмент не могу запихать этот пакет не фрагментировать и что значит говорит нет нет фрагмент отсылает поясе импи специальное диагностическое сообщение данный пакет не может быть передан потому что его надо фрагментировать а ты написал нельзя и в этом сообщении нету фрагмент и 7 указывает опять она лезет на уровень ниже она смотрит в мту того устройства через который мы собираемся передавать этот пакет она указывает на какой минимальный размер на максимальный размер можно фрагментировать пакет что он прошел через это устройство и дальше отсылающая сторона запоминает это уменьшает размер фрейма и мту размером ту и начинает пакетики меньше дальше мы проходим через тот маршрутизатор минимальный максимальный размер котовым и соблюли если больше никого нету вот discovery совершил такая вот интересная штука а про про врос информации между уровнем на самом деле есть еще куча всяких протоколов маршрутизация уровня только сетевого например и писек который просто заворачивает пакетов шифрованное соединение например простейший протокол обратного преобразования адресов с низкого уровня на верхней то есть реверс рп реверс адрес резолюшн протокол напоминаю адрес резолюшн протокол нам говорит по макады по айпи адресу он его преобразует в маг то есть мы говорим мы тут точно знаем что среди вас есть кто-то с таким айпиш ником какой у вас маг а вот реверс рп он обратный он преобразует мак в айпи и нужен для настройки раньше был нужен сейчас используется другой протокол более сложный мы говорим и вы все у меня такое макадрес кто знает какой у меня айпи какие мои позывные ним говорят сокол ты вот кто-то специально обученный р рп сервер говорит ты сокол и сокол значит вот так вот какой мой мой макадрес более сложная целый стек протоколов который называется будет п про него мы попробуем поговорить следующий раз хотя косвенно и эта штука предназначена для удаленной настройки сети причем как айпи так и некоторых более высоких уровней сетевых протоколов вот но поскольку поскольку все начинается с настройки опять адреса иначе вы не сможете просто сервер связаться то часть протокола будет однозначно однозначно является чисто протоколом сетевого уровня и не выше кстати сказать вот этот протокол будут мы можем сейчас совершенно точно наблюсти потому что именно он используется клиентом dhcp cd при автоматической настройки давайте попробуем это сделать значит сказать и спидам дам минус в и т.х. ноль минус и т.х. вот в этой же виртуалке с помощью alt f2 переключиться на соседнюю консоль обратите внимание вот правда тут написано с рв но не верьте это клон здесь мы напустили спидам минус в минус и т.х. ноль а здесь мы скажем dhcp cd и т.х. напоминаю что мы в чатике это обсуждали что нас интерфейс этаж ноль подсоединен к сети типа над это такая волшебная сеть с помощью которой можно очень быстро получить выход в интернет дынч давайте смотреть что при этом происходило на первой консоли вот на первой консоли на самом деле происходил очень простой диалог наша подсистема сетевая послала широковещательный полный широковещательный запрос по адресу 205 25 25 25 фактически это просто широковещательный ethernet фрейм в нашу локалку со словами я тут я вот такая что у вас есть для настройки моей сети по протоколу будто как раз видите бы и вот все что я про себя знаю сказала моя часть нашелся добрый человек сети с адресом 10022 это был бот пц бут п клиент который в ответе бут п сервер сказал ты 08 27 27 18 я знаю какой тебя на какие у тебя сетевая настройки смотрите твой адрес 10 0 0 10 0 2 15 адрес сервера 10 0 2 4 будешь грузиться по сети кстати можем попробовать если хватит времени рассмотреть сетевую загрузку вот так файл называется он страшно называется потому что здесь по-русски что еще где тут dns еще должен был быть не вижу dns наверное вот одно из этих вот это наверное вот а вот вот или вот это dns до дефолт гайдовый по умолчанию значит этот самый можете зато по умолчанию 10 0 2 2 вот это похоже вот это похоже dns 54 общем сейчас давайте посмотрим давайте посмотрим dns 54 кстати ва нас вынесло куда на этот самый на и тф тоже дни рфц видите рфц 2132 так 54 54 54 нет это идентификатор самого севера но не знаю где тут нам где там где нам тут предлагали а снизу dns ну то есть мы вот этот dns вы хотите сказать ой ну хорошо может быть хотя тут не написано вот в любом случае в результате работы этого самого работы этого самого dhcp у нас появились не только настройки интерфейсного и сетевого уровня вот они ну и например настройки уровня приложений вот ну вот нет а вот он спасибо спасибо и вот 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 он dns господи прости это общем 6 обычный все спасибо большое такой вот протокол который работает на начинается с уровня вообще интерфейсного работает в основном ура на уровне сетевом но настройки приносит аж на уровень приложений потому что dns это уровня приложений прикладного как-то это протокол уровня приложений так прибиваем и собственно едем дальше потому что у нас еще много о чем поговорить значит чего я не смогу сейчас вам показать и скорее всего придется показывать следующий раз это как работает трейс рут как правильно тот спрашивал андерсон нет хекс-эдитар трейс рут тоже используют айсинди протокол и в трейс руте используется такой механизм который называется time to live но давайте мы отложим этот разговор я просто запомню что мне нужно рассказать про трейс рут отложим этот разговор на следующий раз вот если очень кратко не бывает значит рисуют показывает путь следования пакета если очень кратно никакого статического пути следования пакета в интернете не существует поэтому трейс рут делать что он говорит посылаю пакет времени с временем жизни на один хоп первый же маршрутизатор говорит твой пакет не дошел а время жизни у него кончилось тогда трейс рут говорят посылаю пакет с временем жизни на два хопа первый маршрутизатор при перекладывании из одного интерфейса в другую уменьшает время жизни на единичку получается один клуб второй маршрутизатор говорит твой пакет не дошел извини каждый раз отсылая и simp а 7p сообщение обратно к получателю таким образом один трейс рут это n пакетов у каждого из которых time to leave увеличивается на единичку и n отчетов о том а на каком из маршрутизаторов а там то ли превратился в ноль и соответственно маршрутизатор ответил что пакет не дошел так вот он работает показать этого сейчас не смогу но собственно у нас и без того есть дофига чуде так дхцп мы посмотрели давайте тогда что ли поговорим про маршрутизацию а то нам осталось собственно не так уж много говорить про маршрутизацию перегрузим что ли все это мы тут намудрячили перегружаем наш клон а здесь пинге перегружаем наш сервер загружаем наш маршрутизатор значит пока мы их перегружаем давайте переводкнем провода картинка я ее не успел сделать картинка будет вот такая клон через одну подсеть подключен к маршрутизатору а может и затор через другую подсеть подключен к базовой машине соответственно когда мы начнем пингать базу машину и клон маршрутизатор обязан будет перед перекладывать из одного интерфейса в другой прям пакеты а пишные не он обратите внимание это не то же самое что мост мост это объединение интерфейсов как бы в один и просто перед перебрасывание фреймов здесь это прямо реализация протокол маршрутизации уровня сетевого мы вынули из интерфейса фрейм разделе его нашли эти пакет поскольку мы являемся маршрутизатором мы подумали куда его положить в какой из других интерфейсов у нас имеющихся положили туда и он пошел дальше вот можете зато может давайте значит да так вот мы давайте перри переподключим перед подключим наши компьютеры в соответственно две разных сети как мы теперь теперь хотим значит быть будет в инфинете а клон будет в чем-нибудь более глубоком например у нас есть более глубокая сеть она так и называется дим маршрутизатор наш будет должен перекладывать пакеты из сети из сети интернет в сеть дип дип я сказал о так запускаем маршрутизатор и настраиваем его значит тем временем пока он запускается давайте настроим наши хосты значит клон у нас будет айпи линк сет девять этаж 1 а айпи ад айпи аддр ад дев 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 в этаж 1 ну скажем 10 10 10 10 1 2 2 2 2 4 нормальная такая настройка удобно набирать теперь возьмем наш сервер который нет это маршрутизатор давайте его переименуем сразу цвет хостным роутер а то а то запутаемся вот это клон а вот это да айпи линк сет дев этаж 1 1 айпи адр сет дев этаж 1 здесь напишем 10 10 10 . 1 но не слышь 24 а скажем слэш 16 обратите внимание что так можно а нет не 10 10 10 10 10 10 10 20 слэш 16 ам вот на тут сет не нужно 10 10 10 10 10 вот значит что мы сделали то что такое простите а тут дев торопился да значит смотрите что мы сделали у нас есть сеть висящий на этаж 1 с сетевым адресом 10 10 да да значит на сервере у нас есть сеть с адресом 10 10 иногда кстати сетевую маску указывают и к указывают в виде не битовым а десятичном как 25 25 или там с какими-то подбитыми но в общем пользуясь и пикалкам он вам все расскажет вот то есть все пакеты с адресами 10 10 что-то там ожидается нас пересылать на интерфейс как раз этаж 1 в частности пакеты на сеть на адрес пакета на адрес опять пакета на адрес 10 10 10 10 2 тоже давно можно пересылать туда и об этом нужно позаботиться наш партнер можете зато давайте его настроим значит сейчас нет это я соврал так работать не будет или будет давайте попробуем попытка не пытка можете зато посмотрим кто кто куда присоединен значит этаж 1 это внутренняя сеть которая у нас 10 10 10 16 да айпи адрад дев этаж 1 этаж 1 10 10 20 2 слэш 16 айпи линк сет девки этаж 1 об айпи пинг 10 10 10 21 it works вторая сеть этаж 2 это сеть 10 10 10 10 2 слэш 24 пинг не пингается что мы сделали неправильно а там есть 10 2 но хорошо назовем значит его 10 1 удаляем старый адрес пишем но вот работа несмотря на то что мы сейчас настроили на наш маршрутизаторы оба интерфейса и у каждого из них есть хороший годный сетевой адрес и оба спасибо и оба значит пингуются в обе стороны да несмотря на это на самом деле маршрутизатором а наша машина еще не работает почему потому что нам нужно ей сказать чтобы она работала маршрутизатором для этого надо сказать что-то типа сиск тэр сейчас скажу что нет айпи вы 4 нет нет айпи в 4 айпи форвард айпи форвард равно 1 1 ну хорошо равно 1 вот видите если я сказал надо было одну одной команды это делать здесь начать сделать несколькими командами и она меня обругала но короче говоря по умолчанию когда вы загружаете linux ядро она не хочет перекладывать пакеты маршрутизировать пакеты на уровне айпи айпи форвард стоит 0 после того как мы говорим вот так и эта же настройка доступна вот здесь проц сис нет айпи в 4 айпи форвард вот мы туда могли записать единицу после того как мы вписываем туда единицу машины начинает функционировать как маршрутизатор давайте это проверим давайте для начала проверим pink если он не заработает за счет будем выяснять чему не доделали ну а если заработает значит мы сюда делали pink это у нас что 10 10 10 2 а там было 10 10 21 если мне не изменяет память до 10 10 21 не только на нынче правильно говоришь нам нужно как-то сказать чтобы мы туда пингали да давайте сделаем с наш 16 да от конечно не работает ну давайте пробовать destination хвост андрич был вот кстати кто-то мне кто-то мне осень пи видите кто-то мне говорит что что ли сене что хвост андре чего давайте посмотрим что происходит давайте сначала здесь скажем никак никак не сделать руками делать я в какой-то момент подумаю как нам упростить работу стойте я сейчас сам запутался в маршрутизации погодите значит что-то мне пришло в голову что я что-то здесь неправильно сделал ну да ладно давайте посмотрим итак у нас есть сеть 10 10 16 и здесь есть здесь здесь 10 16 что на процесс 24 pink 10 10 10 10 2 работает а почему он не хочет передавать цепи дамп 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 минус и этаж это сколько у нас этаж один да а слушайте а у нас вообще у сыроет какой адрес я тут туплю немножко да 10 10 10 21 не понимаю пока думаем пинг досюда доходит да а а нет слушайте может я неправильно подсоединил а все значит не будет так работать это нужно делать прокси рп задолбаешься короче нет так работать не будет значит объясняю что давайте посмотрим да очень может быть значит так работать не будет объясняю почему поскольку я подурить здесь настроил сеть таким образом что рассказал что вот все компьютеры доступны в сети за интерфейсом этаж 1 и сеть у нас 16 то моя к мой компьютер ожидает что компьютер 10 10 21 принадлежит локальной сети у нас совпадают подсети 10 10 10 10 и он ждет что там будет ethernet что можно будет посылать ему прямо фрейм а это нет так нельзя переделываем значит да по этой же причине и с той стороны тоже ничего не работает то есть идея стоит в том что мы не можем сейчас не можем сейчас настроить наш сеть таким образом чтобы на основании только одних сетевых масок у нас происходил пересылка что делаем давайте вернем как было и упростим все до сетей с наш 24 впредь мне не тупить так значит айпи а удаляем удаляем вот этот слэш 16 добавляем слэш 24 ну добавляем вот и одновременно говорим что айпи а дефолт айпи роут роут а дефолт что все дефолтная у нас лежит замуж тизатором который имеет адрес какой имеет адрес я так понимаю сейчас 10 10 10 2 до а здесь 10 10 20 а на роутере 10 10 4 тут не вижу этаж 0 до этаж 2 а это ролл это не тот стоп где роутер то а вот он тут pink значит здесь тоже надо переделать кстати иначе мы иначе мы не за вниз не заработаем дел 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 да блин 16 чё вот он нет вот значит удаляем адрес 16 добавляем адрес 24 все получается очень линейно и гораздо проще чем я изначально задумал извините меня пожалуйста и так вот у нас есть она муштизаторы 2 потите 10 20 с одной стороны 10 10 с другой стороны все тупые и и и незатейливо вот у нас есть на нашем основном на нашей основной машине адрес сеть 10 20 тоже убираем убираем 16 добавляем 24 вот у нас есть на основной машине сеть 20 10 10 20 24 1 вот у нас есть сеть на клоне 10 10 10 1 вот для того чтобы попытка покинуть нашу основную машину не придавала нет нет сейчас не приводила к сообщению андре чего вот как сейчас а почему анри чему а потому что на основании вот этой таблице мы не можем принять решение а кого нам пингать куда нам посылать айпи пакет если он не в нашей пути мы добавляем простую команду айпи road от дефолт я через и айпишник того маршрутизатора который собственно у нас работает маршрутизатором сейчас давайте посмотрим на это пишник 10 10 10 1 до 10 10 10 1 вот абсолютно такую же штуку мы должны проделать и на компьютере бриз иначе пакеты будут до бейза доходить ответки не будут никуда возвращаться вот то есть вот сейчас пинг начнет работать и зависит почему он зависит муж у тебя затор справляется своей проблемой давайте мы тут пинг в вечном в вечном пинге за затащим и будем посмотрим вот вот он принимает айпи за осень пи запросы с одного интерфейса вот он пересылает их во второй интерфейс эти осень пи запросы доходят до нашего до нашего выреза дошли такой ну ладно 10 пи дам минус этаж 1 доходят но поскольку они приходят с адреса 10 10 10 2 а в наших настройках не сказано маршрута не сказано куда отсылать ответы они никуда и не защиту не возвращаются что для этого можно сделать для этого можно сделать такой же дефолт маршрут как мы сделали на нашем клиенте но он тут где-то далеко а нет вот он да а перо вот вот такой дефолтный маршрут а можно сделать интереснее можно составить более сложную таблицу маршрутизации в которой статически указать что конкретно на 10 10 10 надо пересылать через 10 10 20 до значит вот у нас есть сосед 10 10 22 и там пинки пошли смотрите вот они что произошло мы начнем можете завтра у нас работал и раньше он часто перекладывал все отовсюду мы настроили двумя различными способами сеть на одной машине и на другой значит на одной машине мы давать мы там остановим pink и там такой вполне классическая настройка маршрута на одной машине мы говорим что у нас все пакеты пересылай на 10 10 10 1 все соответственно а вот эта запись образовалась автоматически при настройке сетевого интерфейса да эта запись говорит нам о том что поскольку у нас есть сеть 24 на некотором интерфейсе все абоненты этой сети то есть а машину которых в айпи адресе адрес сети совпадает находится на в локальной среде передачи данных вот за собственно за за интерфейсами этаж на вот она базе мы поступили слегка по-другому мы написали не общий не общую настройку а написали настройку сети слэш 24 10 20 с тем что она если мы собираемся переселать пакеты туда то на самом деле маршрутизатором для них является нет вот эту вот эту настройку если мы собираемся переселать пакеты на 10 10 10 24 то можете за там для них на самом деле является 10 10 20 . 2 вот тут у нас сколько еще времени у нас потрясающе нет сколько у нас 10 30 я правильно понял что у нас время практически закончилось с учетом наших упражнений и всего остального тем не менее я хочу рассказать две вещи поскольку мы с долю долго упражнялись я чуть больше вашего времени займу извините так вот значит смотрите вот это таблица муштизации статическая устроена таким образом что чем меньше размер под сети тем ниже приоритету такой пересылки например мы можем взять вот здесь вот настроить маршрут на сеть там 10 слэш 8 в какой-нибудь совершенно несуществующее место давайте попробуем это сделать смотрите или нет сушки не буду это делать давайте лучше более сложную картинку нарисуем чтобы успеть чтобы успеть поговорить на эту тему значит а про это расскажу просто ну словами итак у нас есть таблица маршрутизации в этой таблице маршрутизации есть записи вида либо хвост хвост то есть point to point маршрут от на такой-то хвост через такой-то хвост либо сеть хвост да значит маршрут на такой-то для маршрутизации на такую-то сеть переслать через такой-то хвост либо виды дефолт которые на самом деле все три в действительности все три вида записей они одинаковые мы можем сказать запируют 1010 а не буду это не в действительности все виды все 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 виды записи в об таблице маршрутизации это и есть записи вида адрес под сети ну смысле адрес слыша размер под сети и на критическом ассоциализировать просто вида хвост хвост там адрес под сети нулевой любой динфикатор является динфикатором хоста это супер четкий супер точный посыл до с такого-то хоста на такой-то хвост самый приоритетный из таблицы и записи в таблице адресации а адрес дефолт давайте попробуем минус пир нет айпи root хелп шоу шоу хелп нету минус минус ну не умеет она а жалко короче говоря в действительности вот такая запись дефолт в действительности такая запись эта запись вида 0.0.0 слышь 0 то есть любой адрес является адресом под сети надо самое самое я на ворот собрал любой адрес является адресом абонента адрес под сети никакой то есть точность наименьшее соответственно как происходит амуртизации по таблице мы берем пакет рассматривать на даже таблицу маршетизации и начинаем применять к этому пакету к его достигнейшим адресу все пары сеть маска сети если какая-то пара сеть маска сети совпадает мы это дело запоминаем и из полученного списка выбираем тот в котором маска под сети наибольшие то есть в котором точность наибольшую наименьше точностью обладает маршрут вида дефолт потому что не у вас под сети 0 наибольшей точностью обладает маршрут вида слэш 32 когда мы просто говорим при этом маршрут стрелять 32 довольно специфичный дело вот в чем когда мы говорим вне сеть сэш 32 специфичны когда мы говорим что у нас есть допустим сеть у которой not slash 24 10 10 10 вот 10 10 10 это адрес сети а 0 адрес абонента в такой сети может быть 254 абонента не 256 почему потому что при этом 10 10 10 0 это так называемый адрес всей сети а 10 10 10 255 этот широковещательный адрес широковещание в данном случае на уровне айпи то есть ситуация в которой когда у нас айпи-то про протокол требует широковещание в данной локальной сети то используется вот этот адрес и где-то в настройках можно даже его отдельно указывать вас но он по умолчанию давайте попробуем но в принципе это одно и то же да значит нет удаляем дел добавляем broadcast по моему здесь вот на самом деле я ну как бы задал задал его явно но по умолчанию этот брат каст именно так поэтому когда мы говорим слэш 24 у нас получается значит 254 адреса а когда мы например дым слэш 28 сколько получается адресов давайте попробуем айпи калк минус н слэш 28 14 штук тридцать две штуки смотрите у нас целых 2 бита на адрес хоста в сети но на самом деле в такой сети всего 22 полноценных хоста потому что 00 это адрес сети 11 это широковещательный адрес видите и стало быть единственный хост который нас в сети может вот широковещательный адрес 11 вот 00 адрес сети 11 широковещательный адрес значит у нас в сети может быть только два вот таких хостов соответственно никакого слэш 31 быть не может вот может быть слэш 32 когда мы говорим никакого большего вещания мой адрес а с той стороны другой адрес вот я собрал говорят что три слэш 31 быть не может есть какой-то рфц который описывает зачем вот эти вот такого рода сети в которых все равно нету ни одного нормального оппонента нужны а вот эти сети сети с лишь 32 нужно именно для того чтобы задать адрес и специально сказать а с другой стороны другой штуку из двух муштизаторов мы будем делать дома а сейчас мы просто при при собачем к этому к этому какая к этой конструкции уже работающий еще одну сеть и еще один клиент у нас будет муштизатор в три стороны так клонируем назовем его клон 2 подсоединен этот клон 2 будет к еще одной сети которую мы назовем допустим изолейтед к маршрутизатору нашему воткнем провод все эти залойтед вот и ох ты я много чего не рассказал ну и ладно следующий раз расскажу как раз подним провод все изолейтед и посмотрим до запустим и посмотрим что нужно сделать чтобы обеспечить достижимость всех этих хостов в нашей сети друг друг до друг но пока он загружается мы еще переименовывать будем давайте на муштизаторе сразу настроим настроим эту самую сеть гитарь 3 айпи линк сет девки этаж 2 об 33 об айпи линк от от девки этаж ты 10 30 до 40 вот наш загрузился этот самый второй клон сразу его переименуем чтобы не путаться вот он вот тут этаж 1 айпи линк сет девки этаж 1 об айпи от 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 девки этаж 1 10 сколько там было 10 30 40 до 10 30 40.2 вот он работает давайте посмотрим как при этом работают все остальные наши настройки например отсюда вот отсюда pink 10 30 40.1 работать не будет почему у нас нету настройки для сети 10 30 отсюда где пинг 10 30 40 работать тоже не будет а почему а сейчас а где мы настраивали дефолтный роутер сейчас секунду видимо я его сбросил ну хорошо сейчас давайте добавим еще раз вот здесь вот да и вот теперь он работает то есть а смотрите мы добавили наш маршрутизатор еще одну сеть нашему маршрутизатору хорошо он собственно знает про наличие трех сетей с трех разных сторон вот мы у нас такая получается крокатица трех полы да мы сказали что этот маршрутизатор его ip-адрес является дефолтным для нашу нет не так да мы можем добавить здесь допустим айпира раут от дефолт дефолт вен 10 30 41 и тогда у нас еще упадет пинг 10 10 10 1 нет у нас пойдет пинг того который как у которого дефолтный маршрут через него настроен это клона да это клона ну вот значит клонать клон у нас какой имеет опять адрес клон имеет опять адрес 10 10 10 до вот 10 10 10 2 склон 2 будет работать для нас конь 2 вот значит что мы не посмотрели и видим сегодня посмотрим из-за этого мне придется переделать домашнее задание времени наше уже стекло десять раз мы по два часа уже сидим не пытаемся сидеть до 10 30 12 30 до значит что мы не посмотрели видимо сегодня уже не посмотрим мы не посмотрели в каких случаях нужно не только статические таблицы но и динамические вот мы не рассмотрели ситуацию когда в рамках одной и той же сети нам нужно на маршрутизатор добавлять много разных таблиц маршрутизации мы мы сейчас справились своими руками добавлением дефолтов и только на срв мы действительно прописали вот такой вот такой интересный маршрут да смотрите что в нем интересного мы оказывается откуда-то знаем что для того чтобы послать все 10 10 10 нам нужно отправлять пакеты на сайт на 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 адрес 10 10 22 откуда-то проблема распространения топологии маршрутов внутри администрирование вами сети оперативного распространения руками решается довольно плохо для того чтобы ее решить существуют специальные протоколы самый известный из которых называются оспф собственно для этого и предназначен но поскольку время наше вышло мы с обсуждения этой штуки начнем следующую лекцию пока что задавайте свои вопросы вполне возможно ответ на вопрос зигзага дал алексей панов можно прописать в dtc с ктл conf соответствующие настройки проблема состоит в том что в домашнем задании все настройки должны быть выполнены руками и и сложены в отчет о домашнем задании в какой-то момент мы с вами попробуем переключиться на другой способ решения домашних заданий написание простейших скриптов вот но пока что мы все делаем руками если есть какие-то вопросы задавайте если нет вопросов тогда еще раз прошу прощения за некоторую сумбурность того что происходило я был несколько нервированных взбудоражен происходящим но я надеюсь что под конец все улеглось и картинка выстрелилась вот следующий раз тогда продолжаем заниматься маршрутизации у нас все равно были темы которые мы сегодня не могли рассмотреть вот ну и в общем до новых встреч обязательно следите за объявлениями на сайте и в чатике относительно того как у нас будут проходить трансляции если они окажутся недоступными вот как было сегодня все тогда если если значит от меня больше ничего не надо всем спасибо и до а я надеюсь новых встреч давайте надеяться на лучшее